здравствуйте дорогие друзья сейчас в магазинах очень большой выбор луковичных культур а у нас уже конец октября и очень многие спрашивают они поздно ли еще сажать вот скажем тюльпаны знаете у нас даже был отдельный ролик о том как мы сажали вообще тюльпаны по снегу я тогда сломала руку и поэтому не могла их высадить в нормальные сроки мне пришлось вот сажать по снегу это был вообще ноябрь месяц под снегом земля даже остается не промерзший и там с помощью посадочного конуса мы сделали эту посадку и весной у нас все замечательно цвело конечно лучше уложиться в какие-то более приемлемые сроки но вот если вы не успеваете или если вы купили луковицы поздно да еще со скидками да вот реально можно сажать и в конце октября и даже в ноябре я вам хочу немножечко другом рассказать вот смотрите это вот такие луковицы купленные в магазине и очень часто их уже вот так вот прямо магазине распаковывают чтобы лучше продавать человек жалеет денег на целую упаковку скажем из пяти луковиц да получается там кругленькая сумма а если взять одну две луковки то вроде бы не так дорого да и вот берут и по одной луковки когда же они размножатся а на самом деле размножают стюльпан очень даже хорошо и вот посмотрите сколько у меня уже своих луковиц это только остаточки у меня остались да то есть я их сажаю вот например такую луковку сажаешь и потом образуется целое гнездо уже из этих луковиц они делятся и там образуется 1 2 3 еще замещающих нормальных луковицы то есть которые даже зацветут уже на следующий год и еще образуются маленькие деточки вот очень часто этим деткам не придают вообще значения посмотрите какие они хорошенькие это полноценный посадочный материал только он зацветет не на следующий год а через год или через два это зависит от размера вот этих лукова вот если луковки такие совсем совсем маленькие вот посмотрите вот они какие вот то они могут порастить два года опять же все зависит от того какие условия вы им предложите подкормки полива сорняки вот то есть если будут хорошие условия у вас побыстрее это все будет если деточки вот такие видите это тоже деточки а они у вас зацветут уже на следующий год в первый год вот эта маленькая луковка дает один листок за счет этого листка она развивается то есть лист фото синтезирует накапливает питание для луковицы и на следующий год это луковица зацветает где сажать вот этих малышей я вам показывала один ролик у нас тоже отдельный был что я сажаю вместе с основными луковицами но когда их большое количество вот этих вот маленьких накопилось можно сделать как чтобы не занимать место по краю какой-нибудь грядки с морковью с луком там с чем угодно с чесноком вот посадили вы чеснок а по краю по всему периметру взяли посадили эти тюльпаны и у вас место специального какого-то вы не занимаете также можно по краю земляничные грядки посадить или еще какой-то в приствольных кругах деревьев очень хорошо они там растут и вот такие-то маленькие луковки заглублять сильно не надо то есть это буквально колышком тютельную вот такую ямочку делаешь туда раз и сажаешь вот этот лук вот эти тюльпанчики то есть вы яблони повреждений вообще никаких не наносите и вот таким образом можно разместить достаточное количество вот этих деток и у вас будет просто море тюльпанов через несколько лет дальше чтобы еще обезопасить ваши тюльпаны от мышей особенно вот такие сортовые хочется чтобы они сохранились да я тоже показывала вам способ мы сажаем как-то луночку делаем туда ставим вот это тюльпанчики и засыпаем опилками смоченные дегтем там есть инструкция как разводить этот деготь я уже делаю на глазок просто слегка полила этим дегтем налила водички и вот как-то произвольном порядке все это размешало все вот и луночку сначала земельки на тюльпанчики а потом вот этот деготь и все мышь уже не тронут ваши луковицы ну еще дорогие друзья всех хочу пригласить на занятие который нас проходит в библиотеке ленина это нижний новгород улица варварской дом 3 каждую вторую субботу месяца у нас проходят семинары для садоводов любителей и там абсолютно любые темы можно задать и мы будем отвечать на вопросы вот очередной семинар состоится 9 ноября в 12 часов приходите пожалуйста все вопросы можно задать по телефону смотрите его в описании к ролику и кстати сказать вот про луковичные культуры мы там тоже беседуем и про лилии и про тюльпаны и про георгины про канны про все что вам нравится можно еще и тему даже свою предложить вот в этот раз мы будем разговаривать о том как продлить жизнь плодовому саду и второй вопрос у нас будет про осенние кустарники как за ними ухаживать и как получать от них максимальную красоту потому что осень может быть тоже саду очень и очень красивый